Добрый вечер. Страну потихонечку смывает паводком. По телевизору нам показали, что все это было давным-давно и закончилось. На самом деле, пик паводка еще впереди. Стихийное бедствие, естественно, совершенно внезапно, оно ежегодно, неукротимо. Деревни уходят под воду, города потихонечку гордятся сходством с Венецией. Вы помните, что произошло, например, в Казани. Там такие ниагарские были удивительные водопады, что и, в общем-то, даже Венеция в качестве сравнения не очень бы котировалась. Традиционен информационный рефрен всего этого. Старожилы ничего не помнят, люди, естественно, в панике. МЧС геройствует, чиновники пока прячутся по углам и готовятся к отчету о проделанной работе. Почему-то опять становится ясно, что люди брошены и выкручиваться будут сами. Что никто им не поможет, что никому до них нет абсолютно никакого дела. Ни одно государственное учреждение не примет никаких противопаводковых мер ни сейчас, ни потом, ни вчера, ни позавчера, ни послезавтра. И, естественно, смывать, топить, разорять людей стихия продолжит, как она занимается этим десятилетия. Беда народа, соответственно, пусть народ сам по себе и выкручивается. Растерянные люди в кадре федеральных телеканалов подтверждают, что вокруг нет никаких признаков власти и ее помощи, хотя в следующих кадрах обязательно обнаруживается местная воевода, возглавивший спасение и умело рассказывающий об убедительной работе за отчетный период. Как полагается, в такой связи с буйством природы внезапным, наступает, естественно, транспортный паралич. Под воду уходят дороги, смывают мосты, срывают асфальт, начинается совершеннейшая транспортная катастрофа. ГАИ перекрывает дороги, что тоже достаточно традиционно. Тот редкий случай, когда они выходят на дорогу и хоть что-то делают, они просто не дают людям утопиться, показывают какие-то варианты объезда. Иногда, опять-таки, в силу того, что и у гаишников тоже паводок, и им тоже не сладко, и у них это тоже большая проблема, от них есть какая-то реально человеческая отдача, поскольку беда общая, и тут уже не важно, ты гаишник или нет, и если вот оно пришло, то выкручиваться надо всем миром. Гаишники в какие-то короткие мгновения становятся даже человекообразными, с ними можно по-человечески говорить, с ними можно чего-то вместе решать, по крайней мере ловить какую-то попутную лодку. Вот именно по поводу подобной ситуации и в качестве алиби, используя подобную ситуацию, Росавтодор каждый год и пытается запретить движение по своему асфальту, объясняя, что вот если отчизну мы хотим спасти, экономику хотим спасти, то мы должны запретить автотранспорту и большегрузному пытаться своей разрушительной нагрузкой на ось выламывать остатки асфальта. То есть никто не говорит о том, что паводок в этой стране всегда, о том, что климатическая перспектива в принципе понятна на ближайшие лет, наверное, 400, может быть, 700. И не сильно изменилось за последние лет 300. И Росавтодор, если бы он занимался, например, стоительством дорог, то было бы понятно, что делать, каким образом строить эти самые дороги, чтобы паводок был нипочем. Ведь во многих странах существует снег, и он достаточно сильно тает. Но такой катастрофы, с такими последствиями, ну еще поискать. У нас самые убедительные картинки, хотя, конечно, вот сейчас по Европе некоторые страны накрыло похлеще. Они оказались к этому полностью не готовы. Но у нас, к счастью, к этому готов Росавтодор, поэтому он превентивно, загодя, пытается пропихнуть свой очередной приказ о том, что, товарищи, весна, весной не надо, давайте мы потихонечку будем где-нибудь стоять, и пусть сдохнет вся страна, пусть сдохнет весь внутренний транспорт, не надо ничего никуда возить. И, в конце концов, асфальт важнее, потому что потом по этому асфальту поедет какой-нибудь начальник, будет какая-нибудь дырка не по ГОСТу, будут оргвыводы. Вот не надо всего этого. Поэтому давайте так, вот страна стоит по регионам, а мы потом разберемся. У Росавтодора это в течение нескольких лет удачно проходило. В этом году не удалось натравить на дальнобойщиков, ни, соответственно, полицаев, ни весовой контроль, ни все остальные виды инспекции, потому что Минэкономразвитие ткнул их носом в неправедные бумажки повышенного лукавства, повозил аккуратненько по носу и сказал, а вот эти цифры вы откуда взяли? А вы их, минуточку, из пальца высасывали или с потолка? И вот этот вот транспортный коллапс, который вы нарисовали, катастрофическое положение всей страны, которое будет просто жестоко поставлено дальнобойщиками на колени, если дальнобойщикам дать возможность ездить, вы эти цифры откуда взяли? Они, Росавтодор, так помянуло, сказали, да, знаете, мы тут посчитали в принципе, что если бы эта дорога была бы от Марса до Луны, то тогда тут была бы еще боковая ветровая нагрузка, если пустить туда грузовик, то дырки были бы не по ГОСТу, поэтому мы посчитали все умножили на коэффициент, получили вот эти цифры, и Минэкономразвитие сказал, все, значит так, ребят, ничего подобного мы вам не позволяем делать. Ущерб стране от вашего запрета гораздо серьезнее, чем ущерб вам от проблем с асфальтом. Поэтому давайте делайте дороги, а стране не надо запрещать возить грузы. Не надо, не надо. Вот первый раз, когда это не получилось. Если бы получилось, если бы за нас никто не заступился, и Минэкономразвитие, которое по большому счету непонятно, почему сыграло на нашей стороне и в наших с вами интересах, нелогично это, тем не менее, факт остается фактом. Они не позволили и послали всех далеко, в Минюст они послали Росавтодор. Но если бы не вот этот удивительный совершенно вариант, когда Минэкономразвитие вставил в отлаженное колесо взяток палку, ведь по дорогам-то ездили, вопрос был, сколько накормится людей. Вот этим разбойничьим доходом кормились хорошо отлаженные схемы. Целые службы выходили на дорогу кормиться с дальнобойщиков, и дальнобойщики покорно вносили свои недоимки в общую стоимость товара и, соответственно, транспортные услуги. То есть мы за это платили в итоге. Вот все это было разрушено, ничего этого не получилось. А если бы получилось, то представьте себе, как бы выглядела эта ситуация. Стоит грузовик полузатопленный, и те, кто внимательно видел, например, хронику, либо просто уже позволяет себе ездить, ведь недалеко от Москвы, Тульская область, она уже тонет потихонечку. Хотя у нас есть там специальный губернатор, выслуживший себе особые преференции. Он, по-моему, даже пять раз герой Советского Союза, потому что он у норвегов вместе с Челенгаровым нефть со дна выдернул под нас. И действительно герой. Как же нам без этого шельфа? Неважно даже, руководит он при этом достойно, может он противостоять паводку или нет, но полюбоваться на разлив стихии и на буйство ее можно не так далеко от Москвы. И в числе прочего непременно будет обнаружено большое количество затопленной грузовой техники. И дальнобойщиков в том числе, у которых просто не было варианта, их накрыло там, где они не хотели. Но так получилось, потому что вода не выбирает. Если бы ситуация Росавтодора с подлой бумажкой состоялась, то картина выглядела следующим образом. Стоит полузатопленный грузовик, к нему подплывает лодка, в лодке сидят люди в погонах, стучатся ему веслом в стекло и говорят, э, на борту есть кто-нибудь? Оттуда высовывается какой-то несчастный заспанный дальнобой и говорит, слышь, дальнобой, а с тебя штраф. Ты по федеральной дороге-то плыть не имел права. Ты нам смотри, что сделал. Ты нам паводок привел на хвосте, ты нам весь асфальт уничтожил, ты его прямо-таки втоптал ниже в этой линии, поэтому давай быстро плати всей лодке сразу. Вот именно так бы было. Не было бы ситуации какого-то человеческого общения, подобия и минимального сострадания, уж тем более никто бы там не кричал сос, а вот именно так, ты тут чего? На территории моего кормления себе что-то позволил? Это ты с чего тут вдруг заплыл? Я своими глазами многократно наблюдаю картину, в том числе весового контроля на магистрали, поскольку езжу регулярно, вот особенно когда на Украину, через нашу европейскую часть, то по трассам это очень увлекательно. И люблю пообщаться с дальнобойщиками после того, как. После того, как их ограбят, обберут и говорят, ну и что? Он говорит, ну а что я мог сделать? Ну а в конце концов хозяин заплатит. Это тот, у кого хозяин есть. Некоторые же без хозяина. Поэтому Росавтодор сейчас не имеет права высылать шлюпку, чтобы люди в погонах обдирали дальнобойщика, выстукивая веслом ему по грузовику морзянкой сумму штрафа. Но это, тем не менее, не решает абсолютно никак ни одну из проблем, которые у нас есть. Горе в стране, в принципе, вот в том числе и связано со стихией, у нас уже входит в привычку. У него всегда разные причины, всегда разные последствия, сценарий разный. Но итог один. Обязательно будут жертвы, обязательно люди будут выкручиваться сами, обязательно они будут страдать, мучиться, естественно, будут погибшие. И единственное, чего не будет, это никаких умелых действий власти. Не будет профилактики, не будет противопаводковых мероприятий. Но обратите внимание, как это все развивалось и как это быстро отгремело. Информационный интерес, его хватило ровно на одну неделю. С прошлого понедельника по пятницу люди тонули во весь экран. За выходные они обсохли, начали потихонечку приходить в себя. И к началу нынешней трудовой недели уже никого не беспокоить своей бедой. Все. Специалисты, тем более, подбодрили. Они сказали, знаете, так, паводок нынче средненький, это же вам не Крымск, тут же все в порядке. И поэтому, как бы не прогнозировали синоптики, что паводок придет суровый через неделю, может быть, даже не увидим. А поговорить с Сергеем Асланяном 65, 10, 9, 9 и 6. Потихонечку вы набираете обороты активности. Давайте начнем. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Как вам погода, кстати? Вы уже потихонечку на резину летнюю перешли? Да, вчера переобулку, спасибо. Очередь большая была? А нет, я сам перебываю. У меня три машины, и я сам их перебываю. Ох, вы целую смену-то вчера отработали, отпахали. Три машины переобуть, даже если они на дисках, это перекинуть домкрат, то-сё. Да, у вас был вчера очень серьезный мужской день. Да, было весело. Еще бы. Главное, машину надо бы не уронить. Ну да. Сергей, я по поводу... У вас на прошлой неделе, в пятницу, была программа про права. Про то, как мы покупаем всей страной тайком от Колокольцева, который понятия не имел о том, что, оказывается, существует такая практика. Да, было дело. Да, у нас преступности в России нет, это факт. И коррупции нет, и Иоанн Ургалиев лично победил дважды в своем собственном кабинете. Так точно. Так вот, скажу историю. У меня в свое время, я в свое время сдавал на права. Сам, честно, лично, на Яблочково комбинат учился там. Сдал на права с первого раза. Недавно супруге потребность в правах образовалась. Имея административные ресурсы, скажем так, средства для получения этих прав, точнее, не для получения, а для покупки этих прав, мне настоятельно рекомендовали их купить, чтобы меньше времени тратить на все это обучение. Я заставил супругу пойти в автошколу, отучиться там и так далее. Подготовки в автошколе нет, абсолютно, я вам заявляю. Как ее не было 10 лет назад, так ее нет и сейчас. Свою супругу я учил ездить потом на машине сам, за городом, тихо, где нет никого, кто не ездит. Полгода мы с ней учились, только после этого я ее допустил к самостоятельному вождению. Логично. Жена все-таки драгоценна, без нее же никак. И поэтому учить, да, действительно, пытаться ее обезопасить. Скажите, а как выглядело вот это предложение купить права? Оно исходило от вас? Ведь вы же не искали, то есть это к вам обратились? Или как? Да, ко мне обратились. Я приехал в автошколу, строю старую. Хотел, ну, поинтересоваться, какие, может быть, изменения произошли, там, с подправками, по всему, все. Я просто к тому, что я не сторонник, имея возможности, я не сторонник коррупционных действий, в принципе. Правильно, я тоже. Я считаю, что если мы что-то делаем, и это можно решить за деньги, и законы против нас писаны всегда, то лучше поднапрячься, но не создавать коррупционную составляющую для того, чтобы просто ее искоренить. Не будет спроса, не будет предложения. Согласен. Именно так. Поэтому, когда нас с вами пытаются загнать в угол, в том числе законодатель, который пишет специально под нас ловчие законы, вот вы обратили внимание, как товарищ Лысаков перекинулся во вражий стан, и раньше вроде как был приличным человеком, а потом стал депутатом и стал предлагать бальную систему. То есть ничего более коррупционного, чем бальная система, со времен советской власти придумано не было. И нам искусственно создают ситуацию, когда мы уже никуда не денемся, именно для того, чтобы в законе было прописано. Водитель обязан давать взятку и возить с собой личное дело, чтобы полицай назначал ему стоимость этой взятки. Вот законодатель так себя ведет. А мы с вами не сдаемся, мы с вами не пьем, не нарушаем и не идем по коррупционной схеме, в том числе в покупке прав. Я с вами целиком согласен, Алексей. Да, и еще по поводу подготовки в автошколе. В автошколе реально сейчас, да и давно уже учат сдавать экзамены в ГАИ. Также не учат их сдавать, а просто готовят к тому, чтобы вот сегодня вы будете делать вот это, завтра вы будете делать это. По сути, после автошколы человек полгода еще ездить не умеет вообще. Да, именно так. Натаскивают на сдачу и ведь так пытаются упростить ситуацию, свести ее к полному примитиву, в том числе и в средней школе. Ведь у нас же теперь перестали детей учить. У нас есть ЕГЭ, поэтому детей натаскивают. Натаскивают. То есть вот идет уничтожение нашего русского языка, русской культуры. Это в том числе идет по направлению ЕГЭ. И маленькая такая вот дорожечка сбоку. Нас в том числе пытаются не научить водить машину, а натаскивают на сдачу экзаменов. Либо на получение их за деньги. Я имею ввиду прав водительских. Это совершенно верно. И в конце хотел бы сказать, что мы сами все преднеты в свое счастье. Поэтому если есть соблазн заплатить денежку, я считаю, что можно поднабрячься и все-таки, хотя и не совсем правильными законами, но поступать по законам. Да, это тяжело, неприятно, это нервотрепка, но все-таки это будет правильнее, чем мы будем ходить и всем довольствием. Да, а ведь, Алексей, от нас с вами зависит, давать или не давать. Как вот конкретно поступить? Если мы хотим, то вот там, где мы находимся с вами, например, я или, например, вы, вот там закон начинает действовать. И никто ничего не может ему противопоставить. Как бы они не хотели развести на деньги, но если вы упираетесь принципиально, все, никто ничего не может поделать. А почему большинство людей идут по пути наименьшего сопротивления? Не только из боязни, но ведь для того, чтобы давать отпор, неважно в чем, на дороге ли, либо в какой-то другой ситуации. Для этого нужно ориентироваться в этом вопросе, быть неленивым человеком и быть неравнодушным человеком. И в том числе спрашивать себя, а кому охота? Ой, а зачем я буду? Я что, кодекс буду смотреть? Да что, я юрист, что ли? Да я дал ему троечок и поехал дальше. Или там три тысячи. Путь наименьшего сопротивления, который в человеке почему вызревает? А потому что он не хочет заниматься в том числе собой. Человек, который не хочет заниматься собой, со временем приходит к тому, что он не хочет заниматься другими. Он иногда не хочет заниматься своим делом. Иногда он не хочет заниматься своей семьей. А в итоге он не хочет заниматься своей страной. И гаишники вдоль дорог расставлены не только для того, чтобы попытаться отщепнуть от нашего с вами каравая себе какую-нибудь крошечку, а для того, чтобы держать нас в тренинге гражданской активности. Милиционер стоит для упражнений. Ведь тот человек, который научился обуздывать мента, а также ставить полицая на место, он через какое-то время начинает что делать? Он начинает браться за ЖКХ, потом за сферу обслуживания. И вот так вот по нарастающему он становится опасен для данной системы, потому что ему до всего есть дело. Он готов докапываться, он готов бороться. Его уже просто так на счетчике по учету воды не разведешь в приказном порядке. Нельзя к нему прийти и сказать, а ты должен. А покажите, где я должен. И уже нельзя просто так ему взять и во двор поставить шлагбаум и сказать, а у нас теперь въезд во двор платный. Уже не получится. А вот когда, да я троечок дал и поехал, вот тогда получится все что угодно. 146%, ЕГЭ, все что угодно получится. Алексей, спасибо вам, в первую очередь, за позицию вашу, за то, что оказывается нас таких чуть больше, чем один. Это очень приятно, что есть несколько человек, которые не считают необходимым потакать данной системе. Сергей, вы на линии, здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас слышать. Шутка ли, дозваниваюсь к вам в четвертый раз. Вы просто везучий человек. А погода сегодня какая? Солнышко светит. Это да, наконец-то. Можно поездить с открытым окном. Да. У меня, как и догадались, очень много глупых вопросов. Да давайте. Вопрос такой. Не очень опытный я автомобильист, у меня только первый автомобиль. Два года в водительский стаж. Водею Крузом 116 на автомате. Меня все время удивляет его расход по пробкам. Меня выходит, ну где-то бак вот до лампочки, километров 300-320 раз. То есть это около 15-16 литров. А вы к какой цифре были готовы морально и материально? 12-11. А из чего вы исходили, когда назначали данной машине подобный маленький аппетит сдержанный? Объем ее. То есть мотор 116. Примерный объем одноклассников. Ну то есть расход одноклассников по такому объему. Сергей, вы только что сказали, что вы же ничего не понимаете в этом. Оказывается, вы все прекрасно понимаете. Вы хорошо разбираетесь в технике. И у вас есть правильные реперные точки. Вы посмотрели по сторонам и увидели, что другие-то едут, пожалуй, порезвее. И при этом не так едят. Ответ здесь очень простой. Машина тяжелая. Машина ведь класса D. Это же аналог по размеру. Это Волга наша, 24-я. То, что ее позиционируют как автомобиль класса C, говорят, ну это так, знаете, это что-то типа Жигулей. Ничего подобного. Это серьезный большой автомобиль. Мотора 1.6 ему мало. Он еле-еле его может сдвинуть, этот мотор 1.6. Крузака он может сдвинуть на ручной коробке впритык. А на автомате, чтобы он как-то мог ее тянуть, потому что идет все-таки потеря крутящего момента, который там в гидротрансформаторе тихонечко расходуется налево. И для того, чтобы как-то ехать, да еще динамично, да еще не выпадать из потока, не должно было быть в принципе этого сочетания 1.6 автомат. Должно было быть 1.8 автомат. Либо другой 1.6. Вот, например, у Соляриса 1.6, 123 лошадиных силы. Это такой резвый. Это такой дееспособный. У Круза стоит вялая пипетка, которая тихо по капельнице выдавливает из себя раба. И то, что на нее повесили на эту пипетку еще и автомат, а сверху нахлобучили здоровенный кузов. Бедный. Он так старается. Он так пыхтит. Ему так тяжело. А тут вы начинаете вываливаться из потока. Ну, как это на такой... Вот, на самом деле, у меня особых претензий к динамике автомобиля-то нету. Конечно. Да, конечно, это не снаряд, но я не чувствую себя ущербным не в потоке. Именно расплатой за то, что вы не чувствуете себя ущербным в потоке и в динамике вы укладываетесь, у вас является расход топлива. И 16 не предел, и, в принципе, к 20 вы нормально подоспеете. То есть, это не то, что там что-то внутри сломалось, не работает какой-то датчик, и он, грубо говоря, жрет его зря. То есть, это нормальная работа двигателя, и мне имеет смысл готовиться к 20 литрам, да? Да. Если у вас что-то где-то, например, какая-то есть проблема, и чек-энжен зажегся или не зажегся, в принципе, есть такая система, когда коробка уходит в аварийный режим, да, тогда часть функций за недадобностью отваливается, и мотор начинает потреблять больше, но для Круза это нормально. Я думаю, 20 литров это все-таки перебор. Его проще продать. А в «Жигулях» 20 литров было нормально, а в «Запорожце» 25 тоже было нормально. В «Запорожце», например, в 968, у которого литровый движочек стоял, у него нормальный расход топлива был по паспорту 22,5 литра на 100 километров. Такой вот момент. Этот дикий расход, он управляется именно в московских пробках. То есть, если едешь по трассе, там худо-бедно что-то там 9-8 литров. Конечно. Трасса, она как раз для того, чтобы получить моральное удовлетворение от расхода топлива. Перерыв на новости. На фоне рекомендаций синоптиков переходить на летнюю резину, поскольку в Москве действительно все-таки весна, мы продолжаем с вами приятно общаться в прямом эфире по телефону 65 10 9 9 и 6. Валерий, вы уже дозвонились. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Очень рад. У меня тут на прошлой неделе, наверное, каждый божий день, с понедельника по пятницу, звонил вам, никак не мог дозвониться. Сегодня вот... Ну, Валерий, Валерий, ну погода же была нелетная. Конечно, солнышко светило, но там подморозит, тут ледочек. И вот, наконец-то, сегодня раз, и вы дозвонились. И посмотрите, какие сиятельные последствия. Можно переходить на летнюю резину. Валерий, у вас счастливая рука. Ну да, наверное. На летнюю резину пока не перешел. Езжу, гремлю шипами, но исправлюсь, исправлюсь, чтобы не расстраивать лишний раз наш Росавтодор. Вот. А звоню я вам по какому поводу? В принципе, ваш совет, как бы, требуется. Вот. Где-то годика, через полтора, через два, выйдет у меня супруга декрета, и хочу я себе поменять автомобиль. В принципе, сильно многое от него не хочу. Важна коробка автомата, потому что супруга у меня только на ней умеет ездить. Ну и правильно. А еще мне, да, ну и наша, конечно, вот подмосковная, масковная обыденность, ну да, тут уже, конечно, глупо. Автомат, только автомат. Хватит уже на веслах грести. И тем более жена после декрета. Конечно, все абсолютно правильно. Валерий, вы очень правильно поступаете. Вот. Ну я и сейчас на автомате езжу. В общем, оценил достоинство прогресса. Вот. Мне, в принципе, в чем совет нужен? Знаете, чего мне хочется? Мне хочется неба над головой. Вот я сейчас смотрю на машины с панорамной крышей, либо вот они есть с люками. Ну, потратится где-то готов до миллиона. Ну, миллион сто рублей в нынешних ценах. Вот я смотрю, допустим, на Citroen C3 Picasso с панорамой. Румстер есть с панорамой. Есть и, ну, Берива, по-моему. Что у нас еще там с панорамой? Есть еще такой автомобильчик Kia Venga. Там он идет с дверным люком панорамным. Вот. Что бы вы присоветовали из этого всего? Ну, есть еще Astra, у которой лобовое стекло заканчивается, тоже, в общем, практически у вас над головой, но дает вам очень неплохое представление. Нет, я хочу панораму на всю крышу. На всю крышу. Да. Можно знать, кто платил деньги, чтобы небо было на всей крыше, а не только мне это, белого лоб. Ну, 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 наверное, все-таки самый из них замечательный будет это Citroen. Какой-нибудь, потому что их много. Все-таки Picasso это целое семейство уже. Нет, я, простите, я перебью. Я на C3 смотрю. Потому что там C4, он как-то от миллиона начинается. А там уже с панорамы он уже далеко, по-моему, уйдет за мой бюджет. А C3 вот как бы нормально. C3 тем более... Ну, вы мне скажите, вот, допустим, на сайте Kia у них там заявлено 5 лет гарантии или 150 тысяч пробега. Я вот как-то вот не верю. Что-то мне кажется, как-то это ложь и фикция в этом крыше. Или правда у них так все радужно. Да нет, абсолютно. Там 5 лет на двигатель, на коробку и все. А если у вас будут какие-то трудности, то вам всегда объясняют, что это вы неправы. Если вы, Валерий, например, юрист, то вы можете вцепиться в них зубами, открыть закон о защите прав потребителей и нежно повозить их носом по страницам, где написано, что у готового изделия не может быть на комплектующие разные гарантии. И поэтому, если, например, написано, что на кузов гарантия от сквозной коррозии 12 лет, то это означает, что гарантия на весь автомобиль 12 лет. И пусть они в суде оспорят. Но это путь для очень пытливого человека. У Кии, да, у них это обычное, наше такое нормальное кидалово. В Европе, кстати, у них 7 лет гарантии, и она более насыщенная, чем у нас. Там чуть-чуть больше преференции. Ну, с европейцами тяжело шутить, там все-таки и суды по-другому работают. А у нас они не работают в принципе, поэтому можно. А С3 всем хорош, кроме одного, кроме робота. Робот у него для спокойных водителей. Потому что у С3 у него нет автомата, у него робот стоит. То есть ручка-то торчит такая, которая дает иллюзию наличия нормального полноценного автомата. А в действительности там стоит два электромоторчика, которые в поте лица вместо вас сцепленятся туда, сцепленятся обратно. Они нажимают на несуществующую педаль. Ну, это я знаю. Как всякие французы. То, что у работе держанная коробка, да. Я сейчас начинаю в старой доброй «Санате» третий, с трехлитровым мотором, с кидромеханическим четырехступенечным автоматом. Мне нравится. Конечно, немножко туповат по сравнению с тем, с современными автоматами. Но, тем не менее, мне нравится. Все толково и прогнозируемо. И там мотор компенсирует, не велирует недостатки автомата, не расторопливает его. А вот я на роботе ни разу не ездил. Боюсь немножечко разочароваться. Или ничего там особо страшного нет. Вы переходите на машину классом ниже. Потому что то, что у вас сейчас оно большое, а то, куда вы попытаетесь сесть вместе с супругой, или наоборот, инсталлировать туда супругу, а потом купить себе что-то другое, оно меньше. Соответственно, труба пониже, дым пожиже. Робот настроен по-другому. Он задумчивее. Он подразумевает, что за рулем сидит мамзелька. Такая чисто парижская, насыщенная фуагра. Торопиться некуда. Трафик проблем. Елисейские поля. Включаем жудосена и тихо фланируем. Под этот вариант идеально подходит. Но как только вы начинаете ураганить по потоку, выясняется, что, месье, вам нужно было совершенно в другую дверь. И тогда уже, например, Роумстер, либо Венга. В Венге мне не нравится. У нее очаровательная внешность и совершенно потрясающий ценник. Я не понимаю, почему за эту машину нужно столько платить. Вот ни с какого... Ну да, она там что-то 780 тысяч стоит, но размеры там не особо, конечно, впечатляют. А у меня как бы двое детей. Ну, супруга еще тонко намекает, что у нас есть собака. Вот бы ее хорошо в багажник было бы на всякие пикники с собой брать. Ну, вот. Готовьтесь к тому, что вы купите потрясающий C3 Picasso, и либо вы останетесь под небом голубым, либо вы пересядете на другую машину с прогнозируемым автоматом и мощным мотором. Как сложится, сказать трудно, потому что я на Пикассике ездил, и мне очень понравилось, но я никогда не беру себя за точку отсчета. Я всегда пытаюсь сопоставить разные варианты, разные стили, посмотреть что-то как, и не хватит большинству водителей, темперамента и терпения для того, чтобы на этой машине ехать так, как принято у нас в городе. Просто будьте к этому готовы. Зато удовольствия, в принципе, конечно, будет очень много. Пикассик, он с любовью сделан. Роман. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Роман. Вы наконец-то дождались меня. Я, наконец-то, дождался вас. Да, не прошло и трех лет. В общем-то, очень хотел бы сказать вам большое спасибо за вашу программу. То есть я слушал вас еще на предыдущем вашем месте работы. Спасибо. В данный момент, когда узнал, что вы появились в новой эфире, в таком расширенном формате, каждый день слушаю и получаю удовольствие. И пробки становятся короче. А пробки, кстати, господин Собянин, слава Богу, помог немножко, так сказать. С помощью урезонивания или обрезания грузового автомобильного транспорта стало намного легче ездить. То есть я вот живу в Подмосковье, в городе Юбилейном. И, собственно говоря, да, вот у меня в день уходило примерно четыре часа. Ну, работа и обратно, собственно говоря. Вот. Сейчас это несколько меньше. Встало примерно, ну, грубо говоря, на час, наверное, так. Ну, потому что просто вот утром как-то просто летит. Вечером он в мою сторону, ну, я еду. Так, как в шансе. У нас с вами. Отстаивает в районе Филчика. Да, вот так вот на самом интересном месте и качество связи портит нам общение. Тем более, Роман, вы единственный человек, который поблагодарил Собянина. Такая речь должна бы была, конечно, продолжиться, поскольку, ну, кто еще похвалит Собянина? Практически никто. Дмитрий, я надеюсь, у вас с качеством телефонной линии все в порядке. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Очень приятно, что дождался, дозвонился на вас. Вот. И, кстати, вот по поводу большегрузов, фур на МКАДе я поддержу. Эстафетная палочка надежно передана от Романа к Дмитрию. Дмитрий тоже из категории тех, кому понравился, товарищ Собянин. Да, ну, стало легче по МКАДу ездить. Не, ну, он, конечно, не самый лучший, скажем так, деятель. Ну, хоть какие-то заслуги все-таки есть. Но плюсы есть, как бы. Он, пусть не глобальный ситуацию, но все-таки стало легче ездить. Вот. Это сам узнать у вас, что хотел. Вот езжу уже второй год на Форде Фоксе, взял второй. Ну, он был, это сам, практически последний, как бы, да. Они вот уже заканчивались, когда третий вышел. Вот. У меня, это сам, ручка 1.4, такой маленький моторчик скромный. Вот. Ну, в принципе, мне это... Удивительно. Скажите, Дмитрий, а какой расход топлива у вас на этом 1.4? А, ну, вот, в смешанном 8-9 литров. Где-то так вот, ну, примерно получается. А вы взяли 1.4 как-то осмысленно или просто единственное, что оставалось? Нет, делали там, ну, удобную скидку, как друзья, как бы, вот. Ну, и была, как бы, машинка под мой бюджет. И после 9-ки, если честно, 1.4 мне был очень приятен, как бы, такой автомобиль. Дмитрий, тут даже сыграло роль даже не наличие 1.4, а то, что после 9-ки. После 9-ки. Да, 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 да. У вас выросли крылья, вы наконец-то поняли. Вы впервые поняли, что такое все то, о чем писали разные автомобильные издания. Что такое управляемость, что такое плавность хода, что такое разгонная динамика, что такое тормозная. Потому что в 9-ке это понять нельзя. Открываешь статью, а там тест-пилот пишет, что у этой машины замечательная управляемость. Это кто? А вы сидите в фокус, а вы скажете, а сзади у вас стоит многорычажка, а спереди у вас нормальная подъемка, а руль-то у вас какой. И после этого 1.4, и он еще заводится в любую погоду, и он еще стабильно работает. И 8-9 литров? Да. Ой, вот только когда вы сняли с себя кандалы, вы поняли, какая же удобная обувь была у Золушки. Пусть она даже и из деревяшки вытоптана, выбита. Так, Дмитрий, и что кроме вас? Что узнать хотел, вот я проехал уже 34 с половиной тысячи, вот, в принципе делал все ТО, как бы, ну вот, по регламенту, то есть 15 тысяч, но там выходило немножко раньше. Первое было на 13, второе тоже, вот. Я что узнать хотел, нужно ли делать, ну, замену масла между ТО, то есть, ну, где-то на 7-8 тысяч, да. Ну, вот, я, ну, слушаю старших товарищей, скажем так, мне сомнения расходятся. Кто-то считает, что нет, масло вырабатывается на, там, 8-9 тысячах, и все, типа, ну, вот все его полезные свойства заканчивают. Внимание, правильный ответ. На самом деле ни одно масло не живет больше 10 тысяч, поэтому не вредно, конечно, поменять его и на 7, и на 8, но если жизнь продиктовала такой сценарий, что вы добежали до отметки 9,999, то ее просто не надо переходить, то действительно вы меняете, но все то, что до 10 тысяч, это нормально. Масло выдерживает, фильтр выдерживает, и, в принципе, все очень даже неплохо. А еще у вас ведь есть наверняка какой-то виртуальный жигулевский вопрос, когда чего отвалится? Так оно не отвалится, поскольку это не девятка. Ну, ну, в общем, не ждать, то есть, ближайший там год, например, каких-то потрясений таких. Забудьте о том, что у вас была девятка. Вот эти мучения, забудьте о них. Не будет у вас такого, что вы подходите к машине? Она, кстати, у меня пробегал год, была восьмилетняя, заметьте, взял ее, уже было 100 тысяч, проехал 50, вот, ну и там она кончилась. Вот, но год она ездила, я менял масло, все. У вас был хороший опыт, вы приобрели кривую посадку, порочную манеру, неудобство в ногах, скованность в руках. А теперь, а теперь у вас все в порядке. Наслаждайтесь, в том числе новостями. 65, 10, 9, 9 и 6. Несколько вопросов с сайта. Сергей, наслышан о проблемах двигателя Volkswagen Tiguan, и с этим, наверное, приобрету Mazda CX-5. Правильный ли выбор? Спасибо, Дмитрий. Дмитрий, скорее всего, выбор неправильный, потому что у Mazda CX-5 вопросов к двигателю еще больше, в несколько порядков. И поэтому, в принципе, вы приобретете заведомо более спорный и более экспериментальный автомобиль, дайте ему годик, пусть он потихонечку обживется в нашей стране. Если вот прямо сейчас, то Tiguan лучший выбор. Как обстоит ситуация с государственным лимузином, который уже разрабатывают несколько лет, спрашивает меня Алексей. Блистательно, выделено финансирование, несколько миллиардов, на которые не будет создано абсолютно ничего, поскольку утрачена школа, как минимум, Зиловского лимузиностроения. Там полный разгром, аннулировано все, несколько замечательных дедов, очень приятных и рукастых, которые находятся там и могут собрать еще какое-нибудь количество, но не более того. А вот разработка автомобиля, все, это по нулям. Тем более, что разгромлен не только завод, разгромлены кадры, нет перемьственности поколений, но есть несколько очень резвых ребят, которые готовы взяться за эту тему. Например, несуществующая мараша, машины такой нету, вот вообще ее никак, ни с какого бока нету, они готовы в этом поучаствовать. На Ми, за последние лет 25, не создавшие вообще ничего, тоже готовы в этом поучаствовать. То есть желающих отщепнуть от пирога много, автомобиль создать уже некому, к сожалению. От Михаила вопрос, у него сносят гараж, в документах гараж идет как стояночное место, могу ли я рассчитывать на компенсацию и какую? Нет, Михаил, вас постараются в принципе пинком взад прогнать, тем более, что в нашей стране никто не рассматривает факты, все рассматривают только документы. Вот если, например, факт, вот труп лежит, бабушке, проценщице, в голове торчит топор. Вот этот факт не рассматривается никак и никем. Но если есть свидетельства о смерти, есть справка из ЖЭКа, есть показания дворника, вот из них следует, что бабушку действительно убили топором по башке. У вас в документах стояночное место. За стояночное место хорошо, если вас не очень сильно накажут. Но о том, чтобы вам кто-то что-то платил, если вы депутат Государственной Думы, да, тогда вам заплатят. Вот, учусь в автошколе, пишет Любовь, с первого занятия намекнули, что если не заплачу, не сдам никогда, ибо никто сам не сдает. Что делать? Вопрос, что делать, впервые был задан по другому несколько поводу. В 1863 году, в этом году у нас как раз небольшой юбилейчик, то есть Чернышевский сформулировал его, сидя в Петропавловской крепости. Так вот, Любовь, самое первое, вы немедленно меняете автошколу. Поэтому, если Москва или область у вас регион, подозреваю, что на самом деле так и есть, то найдите автошколу Кабриолет. Автошкола Кабриолет, она чем знаменита? Во-первых, тем, что у нее нет рекламы, у нее есть небольшой сайтик. Во-вторых, тем, что они учат под девизом, чтобы самим было не страшно ездить. Они учат водить. Они занимаются тем, что человека не натаскивают на экзамен, они учат водить машину. Я в автошколу Кабриолет отправил несколько близких сердцу женщин. Все они оттуда вышли очень грамотными водителями с безаварийной ездой долгими годами, тфу-тфу-тфу, три раза. Причем обязательно смотрите, Любовь, чтобы теорию вам читал знаменитый БГ. Вы запомните эти две буквы? БГ. То есть приходите в автошколу и говорите, мне, пожалуйста, к БГ на занятия. Тут сразу все понятно. Вы получаете полнейшее представление о том, зачем нужны правила дорожного движения. И там же в Кабриолете практические занятия позволяются с первого дня. У нас по ГОСТу человек получает право на допуск к экзаменам на права, если у него 180 часов теории и 28 часов практики. За 28 часов научиться водить машину нереально. Люди, которые закончили Кабриолет, они обычно к экзамену подходят, имеют налет за плечами порядка 100 часов. Некоторые, у кого есть время и деньги, 120 часов. Я знал парочку людей, которые в автошколе Кабриолет получили практических занятий, 150 часов, они пришли на экзамен, великолепно сдали. Причем, в принципе, по ГАИ уже идет вот этот многолетний стон. А, опять Кабриолет, ну ладно, что с вами гадами делать? Вы, во-первых, и взяток не платите, а во-вторых, к сожалению, вы умеете водить. Из Белгорода очень интересное замечание по поводу Крузос 1.6 автомат, с чего у нас начался Сергей в первой нашей получасовке. Но у Михаила из Белгорода, у него Ширля Орландо 1.8 МКПП, ездит он спокойно, но расход по трассе получается нормальный, 8. Все хорошо, зимой 11, но Орландо не хватает 6-й передачи, и на автомате обе эти машины, конечно, тяжеловаты, тем более на двигателе 1.6. То есть, абсолютно верное замечание, так оно и есть. Да, действительно, просто не хватает, ну, к сожалению, не хватает. Так, у нас Владислав, по-моему, на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я рад вас. Мне повезло, я дождался. Да, абсолютно. А я вот думаю, Владислав, сейчас же позвонит, надо подождать. Сейчас, мне повезло, я дождался. Вот, Юрий Радж, ты вам тоже повезла. Да. Сергей. Да. Значит, можно я не буду ничего говорить про Собянина? Давайте, имейте полное право, ничего не говорить про Собянина. Да, потому что кроме Нициду, вообще, у нас все равно ничего не будет. Эх. Честное слово. Да. А я хотел вот вас еще побеспокоить. Вот тут General Motors, ее бразильская два стати, родил Trailblazer новый. Да, вы говорите, это, кстати, не получается ни у кого, потому что эти два стати очень плохо стыкуются в русском языке. Ну вот, после второй попытки я ее выговорил, и вот хотел бы ваше мнение узнать. Он интересный. Вы посмотрели его, в принципе? Вы уже походили, понюхали, по колесу поминали? Мне так все вроде хорошо. Я очень сильно удивился, когда выяснил, что эти жлобы даже в самой верхушной комплектации зажали жалкий экран с навигацией. Да. Это вообще какое-то жлобство в высшей степени. А качество салона вы оценили, пластмассочку? Ну, его трудно оценить на ощупь. Ну, да, пластмассочка, она как бы у везде более-менее такая. Ну, не очень, конечно, не очень. Но это американец. Не-не-не. Американские как-то другого. Владислав, тут вы слишком оптимистичны. Более паршивые пластмассы, чем у Trailblazer я еще не встречал. Хуже только у Cobalt. Это, знаете ли, это мне напомнило 41-й москвич, родной до боли и царапающий все руки, в том числе взгляд и душу. Э нет, Trailblazer, он сделан по помойному остатку, под вежливым соусом. А вам, не американцы, лопайте, что дают, поскольку все вы обезьяны, поэтому ничего с вас и не возьмем, кроме шкурок от бананов. И вот этот салон, вот за эти деньги, ну, ребята, это даже не жлобство. Это, вежливо называется, маркетинговый просчет. Прибыльность бизнеса, как моча, ударила в голову. А невежливый вариант, он тоже самое, как по поводу Собянина. Лучше не озвучивать. Двигатель хороший. Так, ажок ведь, ведь полтора, ведь рама, ведь виды, как хорошие. Да, да, движочек хороший, движочек отлаженный. Движочек этот много чего на себе таскает, и причем все грамотно, действительно рама, и задняя подвеска, все хорошо, оставили нормальный мост, и раздатка, и понижайка. И причем они в кои-то веки додумались, глядя на Mitsubishi Pajero, на Pajero Sport и на L200, что, оказывается, из одного можно сделать два, можно взять и сделать еще пикап Colorado. И получается, что, в принципе, унификация высокая, а поскольку в гамме-то пикап, отправная точка, и, соответственно, этот универсал получается прочный, он получается крепкий, ломать его долго. Но жлобство, ой, жлобство, вот это такое американское жлобство, и, в общем, такой ценничек, вот круче них только Ford Explorer, глядя на который сейчас, мне хочется спросить, ребят, а ценничек-то вы с чего такой забубенили? Ну, с таким гламурством, как там последний Ford Explorer, конечно, да, но за гламур, наверное. Да дело не в этом, он где производится-то? У нас же теперь Ford Explorer производится в Алабуге, в свободной экономической зоне. Это означает, что, когда его привозили к нам в страну из Америки, он стоил на старте 2 миллиона. Все понятно, из них 50% это таможня. А сейчас, когда он у нас производится в Алабуге, это что? Это жлобство. Это жлобство, да. Это жлобство. Это наше жлобство. Это наше жлобство. Причем в Америке он стоит 29 тысяч долларов, у нас он стоит 59 тысяч долларов. В Америке его производство обходится порядка червонца. Получается, что мы, поскольку богаче американцев, мы 10 тысяч долларов платим за машину, а 50 тысяч за овал. Ну, потому что мы без этого не можем. А GM, он прекрасно знает эти правила. И он считает, что это же великий и непогрешимый GM. Они не постеснялись к нам кобальта прислать. Хотя кобальт это блистательная иллюстрация того, что автоваз не так уж и плохо, как его молюют. То есть не все китайцы такие кракозавры, как этот убогий и страшный аппарат. И трейлблейзер в этой куче эклектичной, ну, по крайней мере, покрашен хорошо, зазорчики выведены. То, что панель приборов омыта слезами владельца, так это изнутри, а снаружи-то не капает. Ну да, ну да. Деньги выходные у нас много, можно и чем-нибудь обтянуть, леопардом каким. Да покрасить, в конце концов, можно взять просто и кузбасс лаком, потому что оно все равно лучше будет. Это же вообще ни в какие ворота не лезет. Но, конечно, Владислав, нас считают очень богатыми людьми. За это им большое спасибо. Мы можем платить в два-три конца за то, за что нормальные люди как минимум тухлым помидором отмажутся. Скажут, на, получи в лоб, денег не увидишь. Ну, будем ждать, потому что надо посмотреть, как эта штуковина ездит. Вот только-только сейчас пойдут первые, что называется, товарные образцы. Может быть, как-то это прояснит ситуацию. Ярослав, у вас есть немножечко времени, мы можем с вами приятно его провести. Добрый вечер, Сергей. Первый автомобиль и два последних было Audi. Первый это 2002 год, там 6-7 лет автомобилю была А6. Семилетняя, там последний кузов в сигаре. И перед этим А6, тоже 2006 года. Отъездил, все хорошо. И сейчас купил, купятую, 9-го года. Думал, к счастью, на 4 года. И вот на 60 тысяч километров поменял двигатель по гарантии. Ух ты! А что там в этом двигателе? Тевсяевский моторчик? Тевсяевский, да, стуканул, да, полностью под замену. Потом у меня у товарища, там, замена двигателя А6, новый из салона, заменили двигатель на пяти тысячах километров, да. И вот таких, что-то, истории она собирала в последнее время, как-то очень много. Я вот просто в замешательстве. Что случилось-то? Это высокотехнологичный продукт, это олицетворение прогресса, а также та самая крутизна Audi, которая позволяет им иметь подобный ценник. Это тот самый случай, который описан в мировой литературе, как 10 апельсинов уже дюжина. Они же точно такие же, как все. Мотор имеет очень серьезные проблемы по масляному обмену, по наработке на угар, и ничего толком они не смогли с ним делать. Причем в 2009 год вы как раз получили Тевсяевский мотор, который масло-то ел, а при этом вам ничего толком не сказал. И это в порядке вещей. Вы купили великий бренд, но есть нюансы. Вот и все. Просто нюансы. И вам еще повезло, что у вас гарантийный срок был, потому что те, кто за пределами гарантии, уже имеют проблемы второго порядка. А куда деваться с этими обломками? На самом деле, я за работу не удалось получить замену запчастей по гарантийной программе. А за работу я заплатил уже. А, то есть побороться пришлось немножко. Да, да, да. Но я про то, что, ну неужели автомобиль за такие деньги? Мне кажется, человек должен купить, там, пять лет спокойно ездить. Тем более, что я не рысачу, там, аккуратно использую автомобиль. Как же так сказать? Вот эта иллюзия, она как раз нас и сопровождает всю жизнь. До завтра.